Всем привет! Меня зовут Антон Гинсбург. Ну что же, не будем тянуть. Давайте заценим, что же все-таки круче. Warwick стример 2006 года или чешский спектр 2007. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот мы и послушали. Делимся в комментариях мнениями, какой же бас вам понравился больше в миксе и без микса. Я могу здесь только от себя что сказать. Каждый выбирает то, что ему лежит ближе к душе по звукоизвлечению, по какому-то просто вкусу, исполняемому материалу, физиологии и так далее. А теперь небольшое лирическое отступление и такая текстовая часть к данному видео. Как я уже упоминал в подробном обзоре на спектр евро, самая первая модель баса от стюарта спектра была придумана еще в далеком 77 году. Это бас NS1 и он послужил отправной точкой для остальных моделей компании. Самый первый Warwick стример появился в 1984 году и его дизайн, его вообще в целом внешний вид как бы основывался на патенте, который зарегистрировал Нэтт Штенбергер, дизайнер, и который к тому моменту логично уже использовался с стюартом спектром. Самые первые стримеры были характерны тем, что голова бас-гитары была как раз таки практически полностью, вернее она копировала форму головы спектра. И в остальном форма деки была практически такая же. Все это безобразие длилось до 1985 года, пока на одной из музыкальных выставок представители бренда спектра не увидели стенд Warwick'а. И увидели, что их идею нещадно скопировали и с плагиателем, можно даже сказать. Результатом этого стало судебное разбирательство между компаниями Warwick и Спектр. В результате этих судов, во-первых, в фирме Warwick пришлось некоторое время платить комиссию за использование данного дизайна. И они на крышке анкера на голове грифа и на тыльной стороне крышки темброблока писали, что это лицензия от Спектра и дизайн Неда Штейнбергера. Продлилось все это несколько лет, пока фирма Крамер, хозяин компании Спектр, не обанкротилась. А фирма Warwick просто изменила форму головы модели Warwick стример на более нам уже сейчас привычную. Тем не менее, существует еще такое мнение. К сожалению или к счастью, каких-то прям документальных подтверждений я не нашел. Но суть в том, что якобы как раз таки в 1984 где-то году дизайнер Нед Штейнбергер, у которого уже была своя компания на тот момент, понятно какая, сам продал эскизы и чертежи компании Warwick. Вот так вот. Но правда или нет, никто не знает, свечку никто не держал, как говорится. А еще есть такой забавный факт, то что инструменты компании Спектр Бас НС, собственно, в 80-е годы копировала фирма Иолана. Мы все знаем прекрасно, кто постарше, то что эти инструменты были достаточно распространены в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Их копия Спектра называлась РК Бас и производилась она с 1987 по 1989 год до самого закрытия фабрики. Но еще есть забавный момент в том, что в 1987 году как раз таки Спектры стали производиться также в Чехословакии, помимо США. А фабрика NBE в 2003 году выкупила бренд Иолана у тогдашних хозяев. Вот такой вот забавный факт. Вот такой вот получился документально-познавательный обзор. Пишите ваше мнение в комментариях, это всегда только приветствуется. С вами был Антон Гинсбург, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok